Свыше 14 тысяч наших сограждан, прибывших в Молдову из-за рубежа, так и не обзавелись полисом обязательного медицинского страхования. С 1 апреля граждане Молдовы и иностранцы, у которых нет медицинского полиса, при въезде в страну должны его купить на границе или же заблаговременно, используя систему электронной оплаты. В комментарии для ТВ-8 представители национальной компании медицинского страхования заявили, что все эти граждане будут проинформированы о необходимости приобрести полис. В противном случае их обяжут это сделать, правда, в этом случае путем судебного разбирательства. Весной этого года комиссия по ЧС постановила, что граждане страны и иностранцы, у которых нет медицинского полиса, при въезде в Молдову должны покупать обязательный полис медицинского страхования. При пересечении границы под собственную ответственность въезжающие в Молдову должны заполнить заявление о том, что в течение 72 часов приобретут полис. Стоит он 4056 леев. Купить его можно и по системе электронных платежей. Тогда введенное властями обязательство шокировало многих наших соотечественников. Одни не спешили обзаводиться полисом из-за острой нехватки средств, другие не покупали его из принципа, поскольку считают решение власти несправедливым по отношению к обосновавшимся за рубежом гражданам Молдовы. Александр Мельник уже много лет живет и работает в Италии. Говорит, что многие из его знакомых встревожены ситуацией и опасаются штрафов. Тогда и появилось это недовольство. Многие из тех, кто решил вернуться домой из-за тяжелых обстоятельств, в которых оказались, у 80% из них не было денег на покупку полиса. Я знаю человека, который с принципа не купил полис, потому что уже 8 месяцев живет за рубежом, возвращается на 3-5 месяцев в зависимости от работы. И теперь его в судебном порядке могут заставить заплатить за полис. Это неправильно. Нам удалось связаться с нашей соотечественницей, отказавшейся при пересечении границы подписывать декларацию об обязательстве приобрести полис. Но, как говорит наша собеседница, многие оказались в ситуации, когда просто не на что покупать полис, ведь за рубежом в разгар пандемии граждане остались без работы. Там они столкнулись с другой проблемой. Этот полис был обязательным. Люди одалживали деньги у родственников, чтобы купить его. Через несколько недель мне тоже пришлось вернуться в Молдову. Меня практически обязали по прибытию в аэропорт подписать декларацию. Я отказалась. Первым с предложением обязать лиц, не имеющих полис, приобретать его по возвращению в Молдову, выступил глава государства. В последнее время все больше наших сограждан возвращаются или хотят вернуться. Я имею в виду диаспору. Поэтому я предложил комиссии по чрезвычайным ситуациям разработать механизм, чтобы те, кто возвращаются и не имеют полиса, приобретали его. По информации представителей национальной компании медицинского страхования, в период, когда в Молдове действовал режим ЧП, свыше 17 600 вернувшихся из-за рубежа граждан подписали декларацию об обязательстве приобрести полис медицинского страхования. И лишь 3 455 из них купили полис. В комментарии для ТВ-8 представители к нам заявили, что остальные граждане будут проинформированы о необходимости приобрести полис. В противном случае их ждет судебное разбирательство.